Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Коротко о главном. Медперсонал подстанции номер 2 Октябрьского района недовольный своим руководством. О том, какие претензии у них к начальству, смотрите в репортаже Амины Смаковой. Нависшая угроза в доме по бульваре Мира. Рушится балкон. Люди ищут виновных. Когда убьет кого-нибудь, кто окажется крайней? Над центром города в прямом смысле нависла угроза. В доме на бульваре Мира рушится балкон. Штукатурка и кирпичные обломки падают прямо на тротуар. Здесь же находится кафе, посетители которого рискуют пострадать от аварийной лоджии. Чиновники, к слову, помочь разобраться в ситуации не спешат. Все подробности у нашего корреспондента. Не боимся. Вот ленточку повесили. Антон Немчин всего год назад купил квартиру в центре города. Мужчина и не подозревал, что покупка обернется для него головной болью. Балкон здесь сыпется прямо на глазах у прохожих. Штукатурка и фрагменты кирпичной кладки падают с высоты четвертого этажа. Это к счастью, что здесь никто еще не пострадал. Попытки обращения в Акимат с просьбой разобраться в ситуации тщетны. Акимат посоветовал обратиться в компанию, которая сделает проект заключения. Что с этим балконом произошло. Мы это сделали, проект заключения. С этим проектом заключения мы теперь обратимся в проектную организацию, которая сделает проект проведения работ и проект капитального ремонта. Акимат пообещал выделить вышку для осуществления этих работ. Сколько времени займет подготовка документов, никто не знает. Между тем, больше всего возмущены представители кафе, что находятся на первом этаже дома. Пока местные чиновники бездействуют, бизнесмены своими силами пытаются предотвратить возможное ЧП. Мы вешаем объявление. Вот эту ленточку мы тоже повесили сами, красную. То есть, хотя должен повесить Акимат, что здесь территория огороженная, аварийная ситуация этого балкона. Никто этого не делает. Значит, приходят все только ругаются. Кто крайне непонятно, жильцы дома или Акимат, мы не знаем. Тем временем представители Акимата пытаются переложить ответственность за рушащийся балкон почему-то на владельцев кафе. Дошлось до того, что представители Акимата начали угрожать мне тем, что вся ответственность ляжет на меня, если там кто-то пострадает или погибнет. Ответственность на себя я брать не собираюсь. Какие-то меры нужно принимать в сторону Акимата. Это неудобно, во-первых, для моего ресторана. Это пугает клиентов. Ну и за жизнь людей, детей. Как бы тоже страшно. На сегодняшний день в районе имени Казбек-Би насчитывается порядка 50 аварийных балконов. Все они представляют угрозу для жизни людей. Чиновники заявляют, что восстанавливать балкон хозяин квартиры обязан сам. Средства на ремонт ложи в бюджете города не предусмотрено. По закону о жилищных отношениях балкон является собственностью жильца, и он сам должен производить ремонт, восстановление конструкции своего балкона. На первой стадии он уже провел, сам собственник, он уже провел заключение специализированной организации. То есть там есть уже рекомендации, я могу вам показать. И плюс мы дали ему рекомендации по дальнейшему комедии. Фасады домов по бульвару мира благоустраивали три года назад. Однако кое-где уже потрескалась и осыпалась штукатурка, краска слезла. Состояние балконов и вовсе оставляет желать лучшего. Что это, некачественный ремонт или старость полувековых зданий? Добавим, что в начале июня обвалился балкон по улице Костенко. Тогда погибли два человека. Ирина Камышова, Жасулана Мандыков, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. В Майкудуке бастуют работники скорой помощи. Медперсонал под станцией номер 2 Октябрьского района уже несколько лет вынужден терпеть, как говорят сами медики, издевательства со стороны руководства. По словам несогласных, работать в таких условиях невозможно. Сюжет Амины Смаковой. Накануне десятки фельдшеров, медсестер, санитаров и других сотрудников станции скорой помощи Октябрьского района вышли на своеобразный протест. Медперсонал не побоялся и высказал все претензии руководству, скопившиеся за многие годы работы. По словам недовольных, для нормальной работы у них нет никаких условий, даже бытовых. Нет ни нормального холодильника, ни санузла и прочих удобств. Несмотря на такой нелегкий труд, хотя и у нас мы выполняем работу врачей, у нас не хватает врачей. У нас много очень детских вызовов, детей до года. Я, например, фельдшер, я не врач. Приходится обслуживать детские вызовы, хотя и у нас должны каждый свой вызов обслуживать. Также, несмотря на такой наш нелегкий труд, администрация наша начинает нас выживать. В том числе, заведующая наша подстанция Еремеева Надежда Емечная, она начинает переставлять наши графики. Все претензии к заведующей той самой Надежде Еремеевой. По словам сотрудников станции скорой помощи, женщина ущемляет их права не только в служебных полномочиях, но и в личных. Больничные листы, например, здоровый человек, мне кажется, не будет уходить на больничный лист. Надежда Емечная проверяет, она выезжает, приезжает на дом, проверяет. Я когда это сказала, да, она говорит, имеет право, хотя это незаконно. Мне Надежда Емечная категорически не хочет видеть на этой подстанции, категорически не хочет слышать ни мою фамилию, ничего. В чем это проявляется? Она не дает мне часов, у меня нет рабочего места моего. Мне так делают график отпусков, что я потом остаюсь без часов. Пришел поддержать своих коллег бывший санитар станции Жаслан Кинжетаев. Мужчина говорит, что не понаслышке знает о том, что творится в стенах медучреждения. То, что мы говорим правду, если мы здесь правду скажем, значит, ты неугодный человек. Тебе переводят обязательно на другое подстанство. С тем, что нормальных условий для работы здесь нет, согласна и сама Надежда Еремеева. Но в этом случае претензии должны поступать не к ней, поскольку самостоятельно заведующая станция ничего сделать не может. Это не одним днем все делается, понимаете? Я вот на послу заведующей подстанции 12 лет. 12 лет. И 12 лет, 12 лет, какие только инстанции не писали, хотелось бы, хотелось бы лучше. Но пока я вам говорю, что выходила по лестницам, начиная от своего акимата и заканчивая, они подавали же проэтапно, городской, областной акимат. Ну, нам будет, да, надо сказать, что пока свободно. Амина Смак, Лжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Время рекламы, она пройдет быстро, не переключайтесь. Смак, Лжас Габасов, Первый Карагандинский. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. В Караганде прозвенели первые звонки. День знаний собрал тысячи учеников и родителей у стен родных школ. Борьба за знания начинается с новой силой. В Караганде только в Назарбаев интеллектуальной школе в этом году будут обучаться более 700 детей. Попасть в Назарбаев школу не столько престижно, как сложно. Четыре претендента на одно место. В этом году в резерве осталось около 150 ребят. Аким Карагандинской области во Ужан Абдешев день знаний посетил Назарбаев интеллектуальную школу города Караганды. Вы лучшие из лучших, которые сегодня прошли отборы, прошли конкурсы, и вы зачислены в эту школу. Для вас большая честь учиться в этой школе, получить в этой школе образование. Здесь созданы все условия для дальнейшего вашего совершенствования. Глава региона пришел на День знаний, конечно, не с пустыми руками. Подарок – это знак доверия ученикам и преподавателям. Важным событием для региона стало открытие в прошлом году Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления, где созданы все необходимые условия, чтобы воспитанники могли получать качественные знания, развиваться физически и духовно. В Карагандинской области за последние 10 лет расходы на образование увеличились в 8 раз и превышают сегодня 64 миллиарда тенге. Построено 15 новых детских садов, 25 школ. Укрепляется материально-техническая база отрасли. Сегодня в регионе действует 549 школ, в которых насчитывается 173 тысячи учащихся. С этого года в 11 классах будут вести занятия 19 учителей из Великобритании, США, Австралии и других стран в паре с карагандинскими преподавателями. 120 иногородних детей из всех районов и городов области проживают в общежитии в комфортабельных комнатах, рассчитанных на 4 человека. Созданы домашние условия для успешного обучения. И первым состоялся урок знаний на тему «Стратегия Казахстан-2050. Один народ, одна страна, одна судьба». Сергей Высокосов, Марат Култенов. Первый. Карагандинский. Торжественная линейка состоялась в школе-лицее номер 93. Поздравить первоклашек и тех, кто сядет за парты не впервые, приехал Акимгорода Мирамс-Могулов. Отметим, что лицея незадолго до начала учебного года от карагандинского Акимата получил грант в размере 1 миллиона тенге. К слову, 93-я школа уже на протяжении трех лет показывает лучшие результаты ЕНТ. 1 сентября называется народным праздником, потому что ни одного из нас он не обошел стороной. По праву, занимая особое место в жизни каждого человека, этот праздник объединяет всех жителей нашей страны. Дети, молодежь, родители, заново переживающие как трудные моменты вместе со своими детьми. В Караганде появится Международный центр материаловедения. Грант в размере 2 миллионов долларов выиграл Карагандинский государственный технический университет в канун Дня Знаний. Вуз из шахтерской столицы участвовал в международном конкурсе, в котором участвовали более 20 тысяч лучших университетов со всего мира. Среди множества вузов мира повезло Политеху из Караганды. 2 миллиона долларов – грант, на который и будет создан Международный центр материаловедения. В этом году мы начали подготовку инженеров-сварщиков с выдачей дипломов международного образца. То есть идет обучение по международным стандартам. Этот учебный год для Карагату ознаменовался еще одним событием. Соратников президента, бывших выпускников вуза, опытных специалистов разных сфер будут привлекать в образовательный процесс. Два человека накануне удостоились звания почетный профессор. Одним из обладателей такого титула стал сподвижник президента страны Толеутай Сулейманов. Экс-министр иностранных дел. 50 лет назад он был выпускником еще Карагандинского политехнического института. Теперь на мужчину возложена особая миссия – поделиться опытом с подрастающим поколением. И звание меня очень многому обязывает. Я обещаю, что в ближайшем будущем посетю этот университет, в котором я учился более 50 лет тому назад. По пригласению ректора я прочитаю лекцию, выступлю перед студентами, отвечу на интересующие вопросы. С особым размахом отпраздновали День Конституции в Осокаровском районе. Здесь для местных жителей организовали спортивные соревнования, выставки, ярмарки. А вот чиновники собрались за круглым столом, где обсудили актуальные вопросы в канун праздника. Конституция – это высший наш закон, который дал нам право, свободу, честь и в целом развитие нашего государства. Праздновать так масштабно и одну из главных дат страны жителям Осокаровки не привыкать. К слову, отмечать День Конституции начали еще в середине августа. Тогда начались соревнования по футболу и баскетболу, а также по национальным видам спорта – казахшахурез и тухускумалак. Отдельно был проведен турнир по футболу «Кожаный мяч» на приз районного главы. Участники и победители проведенных турниров были награждены ценными призами и почетными грамотами за участие в соревнованиях. Словом гулял весь Осокаровский район. В поселках состоялись торжествами мероприятия. Отличившиеся граждан за особые заслуги наградили благодарственными письмами. Памятных подарков удостоились сельчане, внесшие вклад в развитие района. Оттовариться к праздничному столу жители Осокаровки могли не на сельхозярмарке. Свою продукцию привезли производители из Тимиртау и поселка Молодежный. В честь празднования Конституции Республики Казахстан проводятся повсеместно праздничные мероприятия, спортивные мероприятия, ярмарки. На сегодняшний день в трех местах у нас проводится ярмарка. Это город Тимиртау, поселок Молодежный и поселок Асакан. А вот в Центральной библиотеке состоялся круглый стол. Тема под стать празднику. Конституция базовой ценности демократии. Участники заседания, представители прокуратуры, депутаты районного маслехата, Управление юстиции района, общественники и почетные граждане. Полицейские приняли участие в конкурсе на знание государственного языка. Конкурс «Парасаты полицей» состоялся в преддверии празднования Дня языков народов Казахстана, который страна отметит 22 сентября. Впервые в подобных конкурсах единственными участниками стали представители некоренной национальности. Полицейские состязались не только в знании казахского языка, но и, главное, в его правильном применении в каждодневной работе. Оценивали конкурсантов в жюри, куда вошли руководители ДВД, начальники управлений и члены Совета ветеранов ОВД. Поведители конкурса будут готовиться к мероприятию на республиканском уровне. Оно пройдет уже в сентябре в Министерстве внутренних дел. В данное время стало актуальным изучать казахский язык. Это неотъемлемая часть каждого человека. Как говорится, живешь в Казахстане, знай казахский. В Караганде появился монумент солдатам-героям, совершивших подвиги на фронтах войны и в мирное время. Извояние открыли в преддверии Дня Конституции на территории воинской части 54-51. В этот день в одном строю стояли ветераны и солдаты срочной службы. Их объединяет одно емкое понятие – долг. Исторические корни современных героев-воинов уходят в глубокую древность. Еще со времен борьбы с джунгарами прославили себя Батыр и Карасай, Жангир, Богинбай, Кабанбай и многие другие. Сегодня эстафету верности Родины несут эти молодые бойцы. Они помнят по учебникам истории подвиги панфиловцев, пауржана Мамашулы, Малика Гавдулина, Нуркена Абдирова. Героями Советского Союза за время Великой Отечественной войны стали около 500 казахстанцев. Каждое время рождает новых героев. На них равняются их сверстники и подрастающее поколение. Это не высокопарные слова, но тем не менее хотел бы отметить, что память о предках своих, о старших товарищах, которые отдали свои жизни во имя Родины, это является горячим, хорошим примером для поколения, которые сегодня выполняют задачи. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. А теперь к новостям спорта. Футболисты «Шахтера» вернулись в Караганду. Не со щитом, но и не на щите. Впереди борьба за чемпионат и Кубок Казахстана. Шансы пока неплохие. Главное, своих футболистов верят болельщики. В фойе аэропорта «Сарая Арка» задолго до прилета самолета с футбольным клубом «Шахтер» было торжественно убрано. И несмотря на то, что наши футболисты накануне проиграли вдобавок к неудаче в Европе и Чемкентскому ордобасы со счетом 4-0, любви к команде у фанатов не убавилось. Торжественная встреча состоялась. Своё дитя роднее всех, хоть и неказисто на вид. «Шахтеру» дают фору и руководители области, и болельщики только заодно. «Столетия казахстанского футбола и 55-летия футбольного клуба «Шахтер» все-таки отмечаются с неплохими результатами». «Мы тоже очень рады, что смогли добиться игр в Лиге Европы. Какой-то осадок, конечно, остается, что не попали в Лигу чемпионов, но, наверное, всему своё время». Но видно, что ребята устали. Серьёзный разговор и оценка игр ещё впереди. Пока звучат слова благодарности, хоть и несколько в минорном тоне. Все всё понимают. «В этом году историческая дата в целом казахстанского футбола и наш небольшой вклад именно вот дорога в Европу, я думаю, небольшую в липту несли. Поэтому это общая наша победа, дорогие болельщики. Спасибо вам всем». Спасибо и футбольному клубу «Шахтер». Болельщики ждут результатов. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Это все новости на сегодня. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите нас завтра в это же время. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!» Субтитры подогнал «Симон»!